Продолжение следует... А это космодром Байконур. Здесь за контроль треторий запуска ракет отвечают приборы, собранные в Беларуси. И в космической микроэлектронике, благодаря союзным программам, удалось существенно продвинуться. Тот же Пеллинг создает космические фотоаппараты, способные делать снимки с точностью до 35 сантиметров. На Международной космической станции, которая сейчас летает в космосе, используются приборы, фото и видео, спектральные системы, с помощью которых космодавты производят съемку зимной поверхности станции. Эти приборы созданы в Беларуси вне прикладных физических проблем имени Севченко. И на сегодняшний день космодавты активно используют эти приборы. Хорошее подспорье советская школа. Ее не потеряли, приумножили. Планар, Пеллинг, Интеграл – крупнейшие игроки на всем постсоветском пространстве. Но темпы развития хромают. Сами честно признаем, много достижений и важных разработок, но в контексте мировых тенденций отстали, признают производители. Но понимают, пора быть мобильнее. Что касается военной техники, то во многих образцах изделий там, в первую очередь, требуется надежность. И, конечно же, должны выполняться функциональные назначения микроскепа. Здесь все нормально. Но если говорить глобально, куда весь мир зашел, то нужно признать, мы достаточно сильно в этом плане отстали. Но в рамках своих технологических возможностей, конечно же, может, это потребует перепроектирования каких-то блоков. Все это возможно сделать. Ну а сегодня, когда остро стоят вопросы импортозамещения, этого мало москвана. Наши разработки и наше производство готово выделить полтора миллиарда долларов. Особый интерес к электронному машиностроению и тем позициям, которые ушли с российского рынка. Весомая часть этих денег идет как раз-таки на отрасль микроэлектроники. Толчок для Беларуси, чтобы ускориться. Если не догнать передовые страны, то производить у себя критически важные продукты. И не зависеть в этом плане от импорта. Здесь интерес полностью разделяем с Россией. Еще в Советском Союзе электронным машиностроением активно занимались белорусские предприятия. В частности, Планар. Сейчас эти связи восстанавливаются. Мы формируем необходимое мероприятие. Безусловно, осваивать эту область в одиночку невозможно. Усилия можно соединить с усилиями российских и быстрее преодолеть тот разрыв, который мы сегодня имеем. Выход на новый технологический уровень. Вопрос стратегический. И его на неделе обсуждали у президента. Умная беспилотная техника, оптические линзы для спутников – это все наш бренд. Но почему бы не замахнуться на большие перспективы на поверхности? Намечается новая нехватка высокотехнологичных чипов. Только за май микросхемы подорожали на 20%. Возможности подготовить свое производство есть. Осталось сделать, и это посыл для всей отрасли. Наши разработки способны удивить и, главное, отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России, ну, союзного государства в целом. Однако даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов. В нынешних условиях, так где это возможно, от подобной зависимости западной надо уходить. На основе собственных решений должны работать национальные дата-центры, узлы обработки банковских операций, средства мониторинга общественной безопасности и другие. В Беларуси есть кадровый потенциал, научный задел, и это главное. Сейчас нужна концентрация всех сил на решении стратегических задач. Определенные шаги сделаны, как мне докладывают ведущие структуры, обладающие компетенциями. Мы сформировали на площадке Национальной академии наук Беларуси кластер «Микрооптон» и «СВЧ-электроник». Разработан проект концепции развития в нашей стране исследований и разработок в области создания экспортоориентированной и импортозамещающей электронной компонентной базы. Тем более коллаборация в виде кластера дает плоды. Теперь выращиваем сами не только кремниевые кристаллы. Нитрит галлия в десятки раз продлевает жизнь аккумуляторных батарей. Отработанные технологии выращивания гетероструктур на основе нитритогаллия и его параметры соответствовали лучшим мировым образцам. Это позволяет теперь строить на этой основе, например, транзисторы для силовой электроники. Эта работа ведется в НИИ ради материалов. Подобные же работы по силовой электронике ведутся в ОАО «Интеграл». Та отрасль, где кадры решают пересмотреть пора и их подготовку, еще больше практики и совместных проектов с реальными производствами. Отчасти с этим справляются отраслевые лаборатории, их оснастили также в рамках кластерной интеграции. Это направление требует очень пристального внимания, больших затрат технологических, в том числе на предприятиях, и больших затрат на проведение, на подготовку лабораторных работ, на создание новых подразделений, в частности отраслевых лабораторий, закупку нового оборудования, приборов. Все-таки предложить есть что. При этом белорусская сфера микроэлектроники ориентирована на экспорт, его удельный вес и выручки интеграла планара под 90%. Основной потребитель – Россия. Договорились между собой и ученые не пересекаться по разработкам, а работать в условиях взаимодополняемости, вот так постепенно замечая импорт того, что споставлялось из недружественных стран. Но время не терпит, нужно ускоряться, мобилизироваться и подстраиваться под меняющиеся запросы экономики. Сегодня это выгодно обоим сторонам. Юлия Рубцова, Илья Почко, Андрей Иваненко, Илья Максимов. В главном эфире.